Одним из главных развлечений в новогоднюю ночь является запуск салютов. Порадовать себя праздничным фейерверком можно от 1000 рублей за 16 залпов. Устроить красочное шоу в ночном небе обойдется самарцам в 25 тысяч. Зажечь искрящиеся бенгальские свечи можно по цене 60 рублей за упаковку. Большой популярностью пользуются простые петарды, стоимость которых чуть больше одного рубля за штуку. Чтобы праздник не превратился в несчастный случай, необходимо покупать пиротехническое изделие только в проверенных местах. Продажа пиротехники не в специализированных магазинах может привести к травмам, так как она не сертифицирована, может оказаться в несертифицированной продукции, может привести к тяжелым последствиям. Поэтому следует покупать только в специализированных магазинах. Пиротехнику не должны продавать лицам младше 16 лет. Продавец обязан убедиться в возрасте покупателя, для этого он может потребовать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Потребитель вправе ознакомиться с документами, которые подтверждают сертификацию и безопасность пиротехнического изделия. Если продавец отказывается их показать, то от покупки такого товара стоит воздержаться. В случае сомнения в качестве приобретенного товара необходимо обратиться в Роспотребнадзор. При выборе пиротехнического изделия потребителю необходимо обратить внимание в первую очередь на упаковку. Упаковка не должна быть повреждена. Кроме этого, на упаковке должна быть маркировка в соответствии с техническим регламентом. Обязательно должно быть указано это наименование пиротехнического изделия, класс опасности, наименование лица, изготовившего данное пиротехническое изделие, его юридический адрес, также обязательно должен быть указан срок годности данного товара. Приобретенные салюты и фейерверки необходимо правильно хранить. Лучше всего в теплом сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется держать пиротехнику вблизи нагревательных приборов. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где как раз записаны и минимально допустимые расстояния для безопасного запуска, способов установки, способов зажигания, безопасной минимальной зоны до строений зданий, сооружений, скорости ветра, при какой допускается данный запуск пиротехники. Это все написано в инструкции, а также как раз способ утилизации. Перед запуском салюта его необходимо надежно закрепить от опрокидывания. Для этого можно приобрести специальное удерживающее устройство. В случае, если фейерверк не сработал, то категорически запрещено его пинать или перемещать. Также не стоит поддаваться любопытству и заглядывать внутрь. Необходимо выждать примерно 7 минут, после чего закидать пиротехническое изделие снегом или опустить в ведро с водой, чтобы исключить возможность горения фитиля. Тем, кто собирается уехать из дома на новогодние праздники, сотрудники МЧС рекомендуют плотно закрывать окна своих квартир. Не исключена возможность возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехнических изделий. Во время празднования прошлого Нового года в Тольятти зафиксировали случай попадания фейерверка на балкон многоэтажного дома. Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.